В эти дни во всех муниципалитетах нашей области проходят мероприятия в честь окончания учебного года. А в Калязинском районе есть уникальная традиция – честовать одаренных и успешных детей. Мероприятие носит символичное название «Золотой резерв района». Подробнее в следующем сюжете. В районном Доме культуры честовали самых талантливых и одаренных детей. Победители и призеров в районах Олимпиад – ребят, имеющих достижения в учебе, спорте, творчестве и искусстве. В этом году награды получили 320 человек из школ района и студенты двух Калязинских колледжей. Наши ученики зарабатывают баллы. Сертификат равен выплате. Мы потом выплачиваем эти суммы из бюджета Калязинского района. Это уникальный опыт. Тем самым мы стимулируем наших детей хорошо учиться, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, развивать творчество, знать свою историю, нашу культуру. Лауреаты награждались по нескольким направлениям. Больше всего победители в номинации «Олимпийский резерв». Это успешные спортсмены в разных видах спорта. Хоккей, футбол, волейбол, шашки, спортивная борьба, фигурное катание. Так на сцену поднялся чемпион области по шашкам Алексей Селиверстов, который смог обыграть даже взрослых гроссмейстеров региона. В этом году учреждена новая номинация «Резерв активистов и волонтеров», где наградили ребят, которые помогали при проведении различных акций и мероприятий в районе. Дорогие ребята, сегодня век высоких технологий. Иметь хорошие знания и полезно, и престижно. Вы наш золотой резерв, потенциал нашей страны. Вы наши гордости, слава Калязинского района. В этот же день в Калязине подвели итоги муниципального конкурса «Ученик года-2023». Успешные старшеклассники из пяти школ района представили портфолио своих учебных, творческих и спортивных достижений. А также писали эссе на тему «Мой любимый учитель», посвященный году наставника и педагога в России. Отрывки из своих сочинений они прочитали со сцены. Абсолютным победителем конкурса стала София Медведева, ученица девятого класса городской средней школы. Продолжение следует...